Ребята, всем привет! Вы на канале Страна Игрляндия. Давно мы с вами не играли с Анжелой. Давайте посмотрим, как же она поживает. А оказывается, наша Анжела страдает бессонницей. Но мы ей дали зелье бодрости, и теперь она снова полна сил и энергии. Ой, Анжела, какая же ты чумазая! Давай скорее полезай в ванную, мы тебя искупаем. Ну а после купания обязательно покормим. Ребята, кто соскучился за Анжелой, ставьте лайк. Ну вот и все, наша красотка теперь чистенькая и пушистенькая. Ну а теперь, как я и обещала, пойдем скорее на кухню. Так, что бы тебе дать, чем бы тебя накормить? Нужно тебе найти здоровую и полезную пищу, к примеру, брокколи. Ребята, а чем вы сегодня кормили свою Анжелу? Напишите в комментариях. Ну а наша Анжела одними брокколи не наелась, поэтому мы ей дали кусочек пиццы, еще дадим тарелочку с ягодками. Я думала дать ей еще шоколадку, но я вижу, что она будет ей лишней. Ну а после еды, как положено, нужно почистить зубки. А ну-ка, давай открывай свой рот. Конечно, это надоедливое занятие чистить зубки, но без него никак не обойтись. О, ребята, а вы обратили внимание, что наша Анжела вот-вот перейдет на новый уровень? И да, ребята, она перешла на 33 уровень. Ей подарок 410 золотых монеток, 5 новых наклеек и новые туфли. Ничего себе, туфли с завязками стоят 50 тысяч монеток. Так, ну хотя бы давайте их примерим. А для этого нам нужно сменить платье. Ну, это нужно для того, чтобы рассмотреть новые туфли. А давайте мы купим Анжеле это мини-платье с розами. Ведь оно очень красивое и отлично подходит к цвету туфлей-лодочек. А вот и туфли с завязками. Конечно же, они очень красивые. Ну что, Анжела, придется нам с тобой собирать тебе на новые туфли. А пока придется тебе походить в этих красных. Ребята, а вы своей Анжеле уже успели купить туфли с завязками? Ну а мы с Анжелой в это время отправились в гримерную для того, чтобы перекрасить губки. Я думаю, к этому наряду отлично подойдет ярко-красная губная помада. Ну вот, так значительно лучше. А теперь мы с нашей кошечкой отправимся на террасу, чтобы вдоволь насладиться звуками Парижа и, конечно же, посмотреть на новые наклейки. Кстати, ребята, а вы в курсе, что появилась новая игра вместе с говорящей Анжелой? Так, ну а у нас, как всегда, одни лишь дубликаты. Ну ничего, мы сейчас их продадим, за что получим монетки. Ну а когда насобирается нужная сумма, то купим Анжеле новые туфли. Конечно же, нам такими темпами придется очень долго собирать, но мы что-нибудь придумаем. А на сегодня мы с дубликатами закончили, поэтому снова возвращаемся на террасу. Да уж, не мешало бы нам нашу Анжелу немножко развеселить, а именно, поиграть с ней в какую-нибудь мини-игру. О, а надо же, нам предлагают набор стильной обуви всего лишь за 50 кристалликов и два набора наклеек плюс классические туфли-лодочки. Но это предложение нас не интересует, ведь у нашей Анжелы эти туфли-лодочки уже давным-давно есть, да и наклейки все у нее в альбомчике собраны. Ну а теперь, как и планировали, давайте поиграем. К примеру, в мини-игру голодные рыбки. Ну а пока Анжела будет кормить рыбок, для вас, ребята, прозвучат приветики и в первую очередь именинникам. Итак, свой день рождения отмечает Богдан Глушак и Саша Шереметьева. И еще звучит приветик ее сестричке Яне. Также приветик от канала Страна Игорляндия звучит Кучме Злате, Арине Гущиной, Карине Гармаевой, Даше и Насте, Косяченко Веронике, Алтане Бараковой, Варе Горловой и Алексею. Еще приветик Сюзанне Кузницыной, Постоюк Владе, Кате Гончаровой, Алине Максимовой, Сергею Чернецкому, Кукушкиной Даше. Огромный приветик Анечке Дорошенко, Соне Волковой, Вике Пикетовой, Гельмановой Алине, Кончаловой Роксане, Александре Кетовой и Краевой Диане. Солнечный приветик звучит Еве, самой давней и преданной нашей подписчице. Конечно же приветик Вике Волокушиной, Лерочке Красотке и ее маме, папе и братику Артему. Большой приветик нашей новой подписчице Веронике Адмираловой. Еще привет Карине Гармаевой, Арине Рубан, Просто Пашке и сестричке. Радужный приветик Сайковой Ксении и сестренке Лизочке. Также привет Варе Островской, Андрею Кулик, Полине Варанчихиной, Дарине Хадеевой, Алене Кэт, Полинешка Рупила и последний на сегодня приветик Пашку Камбарову и Ксении Старосельцевой. Ну а на сегодня ребята прозвучали все приветики. А теперь давайте посмотрим на игру нашей Анжелы, каких результатов она успела добиться за это время. Итак, на счету у нее 25 золотых монеток и 2400 баллов. Рискованную, конечно, тактику она выбрала в этой игре. Но кто не рискует, тот не пьет шампанского. Вот и наша Анжела рискованным способом решила заработать побольше монеток. Способ, конечно, неплохой, но опасный. Посмотрим, как долго наша Анжела сможет поиграть в эту мини-игру. Ой-ой-ой, по-моему, сейчас очень опасный момент. Да, ребята, наша Анжела проиграла. Но за эту мини-игру она успела заработать 31 золотую монетку. А вот и новая мини-игра, о которой я говорила. Даже это не мини-игра, а отдельная игра, которую нужно установить на свое устройство. Ребята, кто из вас успел уже поиграть в эту игру, поделитесь своими впечатлениями. Понравилась вам она или нет? Ну, а наша Анжела вернулась домой. И я вот что подумала, не мешало бы ей переодеться. Давайте выберем ей какой-нибудь удобный наряд. Ведь она собирается в магазин за продуктами. Но есть обязательное условие. Этот наряд должен быть еще и красивым, а не только удобным. А вот и решение. Отличный дизайнерский комбинезон. Мне он очень нравится, а еще больше нравится прическа Анжелы. Как жаль, что ее можно носить только с этим комбезом. Ну что, Анжела, ты хоть и в Париже, но в магазин за продуктами не мешала бы сходить. Давайте купим ей молока, апельсинового сока, витаминных яблочек и сладкого перца. Ну а сладостей у нашей Анжелы хватает, поэтому переходим в следующий отдел. Как же жаль, что еще для нашей Анжелы закрыта здоровая пища. Как же все-таки это несправедливо. Ведь наша Анжела пытается вести здоровый образ жизни и следить за фигурой. А ведь это очень сложно без здорового питания. Ну да ладно, не будем расстраиваться. А давайте лучше обновим Анжели кухню. Поменяем цветок на окошке, вместо орхидеи поставим пальму, ну и конечно же сменим скатерть на столе. А еще давайте переклеим обои. Я думаю, к этой пурпурной сиреневой скатерти отлично подойдут сиреневые обои. Как вы смотрите насчет обоев пурпурная рябь? Давайте посмотрим, понравится ли Анжеле наш выбор. О да, даже я бы сказала не то слово. Ну что ты, что ты, не нужно благодарности. На-ка выпей какосового молочка. А теперь плавно переходим в ванную комнату. Сначала почистим зубки, а затем займемся маленьким ремонтиком. Кстати, ребята, а вы свою Анжелу часто радуете обновками и подарками? Ну а мы, не теряя времени даром, решили заодно смыть еще и макияж. Только вот наша Анжела что-то не очень довольная. Наверное, это потому, что она хочет выглядеть красивой. Но я скажу, что она и без косметики выглядит прекрасно. Если вы со мной согласны, ставьте плюсик в комментариях. Ну а мы переходим к ремонту. Менять сантехнику просто нет смысла, ведь у нее стоит самое лучшее что ни на есть ванная и раковина. А вот обои мы заменили на пурпурный ряд, которые очень понравились Анжеле. Ну что, красотка, теперь будем переодеваться и готовиться ко сну, а перед сном не мешало бы искупаться. Давайте хорошенечко намылим нашу Анжелу, а затем смоем пенку. И, конечно же, поиграем с любимой игрушки Анжелы с ее уточкой. А теперь самое время отправляться в гардеробную. Где тут запропастилась наша пижамка в воде. А у вашей Анжелы какая любимая пижамка? Напишите в комментариях. А вот и она. Так, ну только капюшончик мы снимем и заплетем ей косички. И, конечно же, оденем новые уютные тапочки. А теперь быстренько в кровать. Ребята, давайте нашей Анжеле пожелаем отличных снов и прекрасных сновидений. Ну, а я с мамой на сегодня прощаюсь. С вами, как всегда, был канал Страна Игорляндия. Всем пока и до новых встреч. Субтитры